С первых дней октября В этой акции уже проделана очень большая работа, и я полагаю, если нам погодные условия позволят, мы еще продолжим проведение акции с участием учебных заведений, предприятий, организаций города Шадлинска, Шадлинского района. Это позволяет нам наводить порядок там, где мы живем. И когда чисто, приятно посетить наш замечательный лес, а особенно вот такие наши памятные места, такие как Дендрарий Шадлинский. А что такое Дендрарий? Ну, это место, где растут всякие растения, деревья, редкие возможности. А как называется этот Дендрарий? Кто его посадил? Помнишь? Нет. Александр Федорович Теплоухов. Александр Федорович Теплоухов. Александр Федорович Теплоухов. Теплоухов Александр Федорович. Ну, это было посажено еще, наверное, до войны, были посажены людьми. И все, в принципе, здесь, насколько я помню, должна была быть школа. Она была уже построена в 70-х годах. А здесь должны были выращиваться растения, которые были, скажем так, ну, как сказать. Деньги? Редкие. Редкие, да. Начали его здесь разбивать в 1910 году, более 100 лет назад. В 13-м году, может быть, были последние деревья здесь посажены. То есть, ровно 100 лет назад этот Дендрарий, представьте, здесь были маленькие вот такие деревца. С осен не было, открытая площадка. Для чего Дендрарий разбивали? Что здесь планировалось установить? Школу какую? Лесную школу устроить, Шадринскую лесную школу. Такие школы были по всему уезду. Здесь должны были подготовить специалистов для лесного хозяйства. Почему школа не появилась возле Шадринска? Какая причина? Началась Первая мировая война, да? Все средства государства были направлены на войну, и эти школы остались несозданными. Но деревья уже были к тому времени, что посажены. И они росли, и вот, видите, до каких размеров они доросли за это время. Получается, 100 лет назад. Вот трудно себе представить, что здесь было открытое пространство с маленькими вот такими саженцами. А вот теперь это лес. За 100 лет так изменилась территория. Знать это нужно. Вот это дерево, мы с вами сейчас возле него здесь стоим, уникально чем. Это действительно самая большая, огромная лиственница в нашем лесу. Других таких деревьев мы не найдем. Кто же разбивал здесь это все? Конечно, государство поручало разным людям. Но на Урале была такая знаменитая фамилия. Они по наследству передавали это свое занятие лесоводства Теплоуховы. Так вот, Александр Федорович Теплоухов как раз в 1910 году приезжает сюда в Шадринск с предложением устроить лесную школу. Александр Федорович Теплоухов. Поэтому этот дендрарий называется во всех справочниках на уровне областном и даже уральском и может быть даже и государственном Теплоуховский дендрарий. Связано это с фамилией Теплоуховых. А его все предки были знаменитыми лесоводами, уральскими, известными. Такое семейство Строгановы, граф Строганов, целая сеть заводов промышленных, очень мощных на Урале, Строгановских. Начали они первыми здесь соль добывать на Урале. Так вот, Теплоуховы были как раз их тогда крепостными лесоводами, лесничими. А вот уже Александр Федорович, он конечно крепостным не был, он получил нормальное, серьезнейшее образование. Но Строгановы всем своим людям, руководителям заводов, тем людям, кого сейчас назвали бы бригадирами, лесниками, всем они старались дать образование. То есть это были самые образованные люди того времени, выходцы из простого крестьянского засловия. Ну вот Александр Федорович, это один из последних таких ярких представителей, как раз у нас в Шадринске здесь, и отметил свое присутствие вот этим дендрарием. Вот это и есть та территория, площадью в два гектара, которая сегодня называется памятником природы. Это дендрарий. В годах 1910 и 1912 Александр Теплоухов посадил здесь редкие лиственные породы деревьев. Среди них дуб, ясень, клен, сибирская лиственница и многие другие. Алексей Никитич, вот среди хаотично расположенных сосен мы видим стройную какую-то аллею. Это наверняка те же самые деревья из дендрария знаменитого. Ну да, это деревья, высаженные около 100, более 100 лет назад, во время разбивки дендрария предполагалось создание лесной школы. В то время по всем уездам и Пермской губернии, и многих других уездов создавались лесные школы, станции агрономические, рыбоводческие хозяйства. То есть, ну такой момент развития России, который прерван был Первой мировой войной, потом Гражданской войной. А школа сама так и не была создана. А вот остатки того дендрария, который разбивался для будущих выпускников, специалистов лесного хозяйства, они должны были здесь заниматься, наблюдать развитие разных пород деревьев. Предполагалось, что Россия должна расширять свое богатство. И поэтому вот такие эксперименты высаживания разных сортов деревьев, разных пород рыб, другие какие-то регионы проводились по всей России. И вот наш город Шадринск в то время тоже центр был достаточно активный. Он очень активно участвовал во многих государственных программах, в том числе и вот эта программа развития лесоводства. Ну и вот сейчас мы имеем такой вот как бы остаток того былого времени, расцвета Российской империи перед Первой мировой войной, в виде вот этого вот дендрария. Мы видим липы в этой аллее, там чуть в стороне дубы. И вот гигантская лиственница архангельская, которая огромная сама по себе, в основном сибирская. И вот эта одна гигантская лиственница, сейчас может быть мы... Попробуем ее найти. Нас проведут и мы посмотрим. Попробуем. Очень интересная аллея. А вот там дальше ели. Аллея лиственницы, ели. Была тополиная аллея, но тополь, он уже мало живет. Хрупкое дерево. Да, он хрупкое дерево, он приходит негодно. А в основном здесь бук, ясень, липа, которая уже живет и обновляется за счет прироста, за счет самосила. Я думаю, что сосновый бор здесь лиственным, он не мешает. То есть те сосны, которые вот здесь, они уже старые достаточно, они обновляются, получается, медленнее. И эта вот аллея, молодые вот эти сеянцы, наверное, правильно так их называть, они, получается, схватываются и растут-то быстрее. То есть вот этот момент еще такой биологический тоже влияет на то, что устойчиво держится эта территория дендрария. То есть, получается, главное давление – это загрязнение леса, человек. Конечно, мусор бытовой для леса может быть не так и страшен. Он просто неприятен нашему глазу, и тогда мы не можем воспринять это место как какой-то важный объект, когда мы видим кучу мусора именно бытового. Конечно, загрязнение какое-то химическое, но вот здесь оно, наверное, не так актуально. Тут вот актуально другое, что вот дубы, допустим, спиливают ветки, да, вот на веники. Не понимая, что это редкое очень растение, да? Понимая, что цены именно дубовые веники, любители пара, да, вот. А тут они нашли такой способ, как бы, незаметно, бесплатно получить вот такой вот хороший, замечательный веник. А может быть, стоит какие-то ограждения сделать для каждого дерева? Сейчас деревья, как, все, что могли достать, уже отпилили, и те ветки, которые наверху, они очень недоступны. Конечно, там делали лесенки из каких-то подручных там досочек, но это уж надо очень парлюбить, чтобы на такую высоту залезать. Это, конечно, вот, может быть, вот те ребятишки, которые сейчас здесь прошли, мы их еще к дереву должны будем вывести, чтобы сфотографировать. Они и почувствуют как раз. А вот, когда человек просто пробегает, конечно, он может не знать этого всего, и увидел вдруг в лесу непонятно какой, ничей дуб, и а что ж не отломить? Чтобы проникнуться уникальностью дерева, мы решили найти его и побыть рядом. В поисках столетнего дуба нам пришлось совсем немного, но все-таки поблуждать, потому что для всех несведущих людей деревья без листьев все одинаковые. И лишь покопавшись в разноцветной листве, мы без труда нашли те самые дубовые листочки, ради которых люди готовы рисковать собственным здоровьем, чтобы сделать всего лишь банный веник. И тем более готовы рисковать жизнью дерева, пусть даже единственного в округе, пусть даже такого, под кроной которого прошла вековая история, как, впрочем, и под кроной другого, не менее уникального здесь дерева. Вот это действительно гигантское дерево для нашего леса, это необычная листьевница, листьевница европейская, она называется листьевница архангельская. Произрастают такие листьевницы в европейской части России, в европейской тайге, до Урала, по ту сторону, в Пермском крае, в республике Коми. У нас в Шадринске, наверное, их по-фальски пересчитают? В Шадринске, насколько я знаю, таких листьевниц нет. У нас есть сибирская листьевница, ее шишка отличается маленьким размером, и вот эта архангельская листьевница, вот сейчас я смотрю, пытаюсь в листве шишку найти. Вот, вот, вот. Вот они. Необычная шишка, необычная она чем? Формой, во-первых, она такая остроконечная, ну и вот сейчас довольно сырое время, и она такая вот собрала свои чешуйки вместе. Но вот размер ее в среднем вдвое больше, чем у сибирской листьевницы, такая же подобная шишка. Но вот это мелкие довольно экземпляры, есть еще побольше, вот одна шишка, может, вот как две этих, допустим. Вот эта необычность этой листьевницы для нашего леса, именно, ну это внешнее такое вот проявление, видовое разнообразие. Алексей Никитич, вот эта вот огромная листьевница нам говорит о том, что ей здесь хорошо, она здорова. Эта листьевница очень хорошо, приуральские вообще условия отличаются от нашей большей влажностью, но стало быть, эта листьевница себя здесь чувствует как на родине, и действительно очень хорошо. Это вот здоровое, огромное дерево. Подобно листьевница вот таких размеров, но только сибирская, есть еще в районе жемчужины за Урале, но там, там именно сибирская, вот такая же гигантская, значит, ей тоже устраивает вполне. А можно их размножить здесь вот, рядом? Вот здесь в окрестностях, как бы мы не наблюдаем такой листьевницы, может быть, какие-то препятствия все-таки есть. Если этим препятствием является слежавшийся мусор, то это полбеды. Достаточно лишь чаще проводить здесь со школьниками полезные уроки на природе, подобные тому, который провел для своих учеников преподаватель лицея Алексей Мурзин. А если это гораздо более сильное давление со стороны большого медицинского комплекса, то это уже серьезно и требует дополнительных средств, которые могут выделить лишь на охрану памятника природы, как утверждают экологи. Николай Сергеевич, скажите, пожалуйста, стоит ли бороться за звание памятник природы вот этой территории леса? Я считаю, что обязательно эти вопросы необходимо решать, поскольку это история нашего края. И мы на сегодня реально имеем возможности не только как бы сохранить, я так думаю, что, наверное, мы можем нести свой вклад по воспроизводству тех видов пород, видов деревьев и гусарников. Вот, поскольку, значит, у нас хороший инициатор есть в лице учебных заведений, студенты, которые получают высшее образование. И они вот этими вопросами на сегодня владеют в совершенстве, можно сказать. Скажите, сколько еще может прожить вот этот дендрарий? Этот дендрарий? Ну, я думаю, если вековые деревья, они в нормальном состоянии, они еще могут лет 50 простоять. А ваша тогда главная задача какая, как лесхоза, вот в данной акции? Наводить порядок. Особенно, где много ходит народу, где постоянно в лесу есть люди. А старые деревья вы браковываете, сушняк как-то здесь убирается, нет? Да, по мере возможностей, по мере силы лесхоза мы убираем. Весной много отсюда вывезли сушняка, веток, палок, возили на своих машинах, вот так вот. А вот такие акции проводятся раз в год? Нет. В этом году здесь с ранней весны привлекали из биржи и привлекали своих рабочих. Мы убирали и вывозили мусор. Хочется верить, что сбор мусора лицеистами в Теплоуховском дендрарии не останется в их памяти рядовым субботником, а станет для них хорошим, запоминающимся надолго уроком грамотного отношения к своему уникальному наследию. Молодцы!